Всем привет-привет, с вами Флэшка, и это Женские Игры, и мы продолжаем развлекаться на карте новой горизонты Грэг Теха. Ох, и помучили меня эти жидкости. Для всех тех, кого волнует, почему я ставлю трубы, почему я не ставлю впритык эти машинки, во-первых, да, я была введена в заблуждение, моя ошибка, я неправильно поняла один момент, я услышала где-то про то, что помпы и вообще всяческие вот эти каверы для машинок кушают энергию, но нет, это относилось к другому моду, так что ты ярд, но всё же вот эта механика машинок впритык, когда ты по сути и не видишь, что происходит между машинками, меня категорически не удовлетворяет, потому что я жуткий визуалист, мне надо видеть. Если что-то неразличимо на глаз, я прям вообще страдаю, страдаю просто ужасно, поэтому смиритесь с тем, что иногда, иногда будут трубы там, где они совершенно не нужны, чисто для того, чтобы я видела откуда, куда что идёт. Потому что если я вот так вот впритык наставлю стеночку машинок, я потом вообще ничего не пойму, кто куда, кто зачем, кто в кого и что с этим дальше делать, вот серьёзно. Итак, я немножечко погуляла, да, теперь вот сейчас вы прям точно увидите, я немножечко погуляла и набрала нефти, набрала целый стек вот таких вот универсальных сэлов, я, кстати, их доделала, если на обычную сэлу идёт просто два слиточка тина, то на универсальную идёт два слиточка тина и плюс глаз пейн, и всё отлично. Доделала этих, доделала тех, потому что задание вперемешку, там то просят, там то просят, и никто так и не понял, почему я бомбила в позапрошлой серии, потому что для меня было нелогичным, если вы просите задание вот это, это, а потом что-то следующее, то это же логично, что с того должно крафтиться, но, в общем, то чувство, когда тебя никто не понимает в твоих бомблениях. И вот после, после, после занятий магией я всё-таки решила вернуться к своему химическому реактору, да, я отсюда уже убрала тэнк, поставила здесь помпу, здесь не было трубы, был тэнк, потому что там остаётся пространство, я вижу, что происходит. И доделала, доделала 40 вот этих глицерин-тринитрацелов, причём первый раз я их вылила в универсальные сэлы, открываю задание, такая... Я уже начинаю, начинаю понимать, как на них смотреть. Нет, текстурпак я ставить не буду, нет. Что я буду с ними делать? Что я буду с ними делать, когда мы смотрим на эту, видите? Вот здесь универсальная флуицела, нитроген и милибакеты. А вот здесь уже просто химическая формула. Вот это обычные, а это универсальные. Мне, как визуалисту... О, какое-то слово всё пытается мне сломать мозг. Вот, вот, как это различать, если они одинаковые, но прорвёмся. И в награду дают водичку, типа, успокойся, успокойся, на, попей, не бомби. И вот эта штука потом будет использоваться для крафта какого-то жутко крутого топлива. Хорошо, что ещё я делала? Ну, вы помните, нас собирали Скайстоуна, и пока мы там с вами развлекались жидкостями, мой мацератор его передрабливал в пыльку. Передрабливал в пыльку, я засчитала задание, и потом эту пыльку отправила в центрифугу. Если в задании от вас требуют 2 стека, то не обольщайтесь. 2 стека на выполнение задания вам не хватит. Берите как минимум 4, а то и 5, потому что я прогнала 1 стек, а потом закинула полный хоппер. 5. Плюс ещё в машинке было 6 стеков. И это не так, чтобы много. Что я в результате получила? Я получила базальтик минерал сент, я получила оливку, кстати, оливку я нашла в Твилайте, так что не сильно надо. И я получила вот эту рарную землю, которая нужна нам для задания. Что ещё? Это опять базальтик, базальт даст, обсидиан даст, неплохо, ещё обсидиан даст, флинт даст, не знаю зачем, но пускай будет. Где мне это всё хранить? Я не знаю. Пускай вот здесь лежит. Хорошо, флинт даст, это всё 4 на 4 складывается. Для ровного счёта, конечно же, нигде ничего не хватает. Вот, теперь у меня есть пылька обсидиана, я её могу использовать на какое-то укреплённое стекло. И также у меня есть чуть больше, чем надо вот этого, вот этой рарной земельки. Давайте посмотрим, что от нас здесь требует ещё, потому что это ещё не конец истории. Итак, это был скайстоун, скайпылька, рар, земелька. И теперь мне предлагают из этого добыть кадмиум. Каким способом? 150 рецептов, придите. Репликатор это не наш вариант, пульверайзер тоже, пакеджер, пакеджер. Скорее всего, через центрифугу. Да, нам предлагают через центрифугу какой-то цези. Они ещё и все серые. Да, давайте. Давайте больше одинаковых пылинок, чтобы я вообще не поняла, что происходит. Почему они все одного цвета? Разве в палитре Майнкрафта нельзя выбрать что-то побольше? А, оно ещё с каким-то шансом. То есть, не факт, что я получу именно то, что мне надо. Да? Стоп. Стоп. Я не вижу ещё ни одного кусочка того, что мне надо. Хорошо. Смотрим ещё раз, что мы можем сделать с этим. Процентрифужить. Но здесь шанс 25%. Чтобы мне на одну пыльку набрать, ну, да, это только центрифуга. С моим-то везением вы думаете, что с 16 штучек я наберу прямо на одну пыльку? Да. Нет, 25% это не мой шанс, однозначно. Мне крупно повезло. И последний кусочек выпал у меня с последней пылинки. Но у меня было не 16 её, а 21. Так что приготовьтесь скопать второй, третий, да, этот, метеоритик. надо будет прогуляться и ещё накопать. На них хорошо молот качается. Это для меня сейчас достаточно актуальненько. Итак, в результате я ещё получила цези... Каэзиум. Ну, это не цезиум, правда, нет? Каэзиум, цериум, неодиум, у-у-у-утриум. Что-то я тебя уже встречала. Ммм, ты был в Майнчеме. И лан... ланса... Всё. Ой, всё. Ой, всё. Тут люди бомбили по поводу нитрогена, кажется. Тут как начнётся, любители химии. У меня, наверное, учительница школьной химии бы рыдала тут кровавыми слезами. Я бы только порадовалась. Итак, я сделаю и надо две. Ой, всё. Просто ой, всё. Просто всем ой, всё, ой, всё. То есть, из шести стэков вот этого скайстоуна я получила одну пылинку. Иди сюда, скайстоун. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И пока мы сейчас с вами будем развлекаться с производными от нефти, оно будет здесь пылиться. И пылиться оно будет не один день игровой, я имею в виду. И так, я, кстати, ещё и с энергией так приличненько вышла, потому что, потому что, ну, очень много машинок одновременно запускало и всё происходило достаточно хаотично. Оки-доки, это долгоиграющее задание будет долго играть, грубо говоря. Давайте займёмся нефтью. Я, честно говоря, хотела... нет, ещё нет, возвращается. Я хотела вот этот сетап с резиной поставить и не трогать, а теперь получается так, что я его постоянно дёргаю. Мы с вами делали дистиллятор. Делали же? Делали. Ну что ж ты? Есть дистиллятор, а также необходимый спектр инструментов, ключ, отвертка, монтировка. Знаете, набор первой необходимости любой девушки, я вам серьёзно говорю. И хорошо, я это всё здесь буду ставить. Пока что моя турбинка работает, справляется, я могу где-то здесь поставить эту радость и пользоваться ею. Если надо будет, переставлю к ней куда-то сюда этот fluid canner. Мне он удобный. Да, input, output, hatch, я с ними вообще не дружу, потому что у них названия для меня перепутаны, для меня лично. Вы помните, у меня проблемы слева-права, также с input, экспортами и input, output, импортами и экспортами, потому что это всё относительно. Вот, если вы находитесь, например, в России, то то, что привезено с Украиной, для вас import. Да? Да. Логика от флешки. Дальше я потеряла мысль. Вот. А для украинца то, что отвезено к вам, это экспорт. Короче, всё-всё слишком запутано. По крайней мере, для меня. Возвращаемся к нашим баранам. У нас есть задание, я надеюсь, никто ко мне сюда не придёт. Знаете, я вот без стены как-то чувствую себя не в безопасности. Задание. Целый набор заданий. И это всё похотливые. Похотливые от нефти. Да. Нам надо сульфурик нафту. Сульфурик нафта. Она делается в дистилляторе. И здесь так прикольно, здесь конфигурируется это. Но надо смотреть, из чего. У нас не light oil. У меня просто это и не heavy oil. У меня и не это. Пожалуйста, сырая нефть. У меня просто oil. Она будет кушать даже больше этого. Нам нужно сконфигурировать на единичку. У меня вот здесь есть... У меня же было. Нет? Не было? Вот же, блин. Вот. Теперь есть. Хорошо, что я сделала много этих плат. Так. И единичка кажется вот таким вот образом настраивается. покажи мне. Да. Вот. Это единичка. Отлично. Вставляем сюда единичку. Да. И нам надо сюда залить немножечко нефти. По заданию, по заданию нам надо семь вот таких вот штуковин. Семь штуковин. По рецепту они делаются один к одному, да? Грубо говоря. или нет? Или нет? Так. Из 25 нефти получается 10 этого. И как мне эту радость посчитать? Как? Хорошо. Давайте. Тыкнем вот сюда помпу. Скажем, разрешим ей импорт. То есть, она будет импортировать. откуда будет импортировать? Из тенка. Я очень надеюсь, что именно так. И зальем сюда. Я не знаю. Я не знаю. Если у нас уменьшается в два с половиной раза, то есть, на семь канистр, мне надо семь. Я не смогу посчитать так. Это семь. Еще раз. И, например, еще три. У меня все равно будет какой-то остаток. Семнадцать. Ну, давайте попробуем. Заливаем. А, все. Не влезает, да? Последнее. Надо подождать, пока проработает. Не, должна бы влезть. Здесь всего тысяча. Эй. Странно. Очень странно. И у нас уже начала производиться сульфурик нафта. Вот вроде бы быстро оно работает, но на самом-то деле нет, потому что оно буквально по чуть-чуть кушает. Как же ты будешь медленно это производить? Ну, что ж, ждем семь вегер. Пока наша нефть перерабатывается, наверное, стоит сделать еще несколько заданий. Несколько заданий вот от нашего химического... Нет, это центрифуга. В общем, где-то здесь от химического реактора, потому что есть вот задания, например, на сульфурик acid. Это кислота какая-то? Так, и для нее, для нее все очень просто. Мы берем сульфур, серу, которую мы добываем в аду. Нет, не в ассемблее, машин. Вот. Берем немножечко серы, конфигурируем на единичку, берем воду и получаем, собственно, на этот acid. Сколько нам его надо для задания? А нам буквально надо одну эту канистрочку. Значит, у меня все будет выливаться в эту сторону, насколько я помню. Значит, мне надо два ведра. Во-первых, мне надо вернуть сюда помпу, настроить ее на input, поставить сверху tank и залить сюда два ведра. Раз, два. Есть, пошло. Также мне нужна сконфигурированная пластинка на единичку. Сейчас мы ее принесем. Есть пластинка на единичку. Сюда и буквально один кусочек серы. Да, все верно. В результате должно получиться три канистры. Три канистры там, кажется, идут универсальные. Я могу взять три универсальные канистры, закинуть их сюда в флойд кеннер и через некоторое время у меня будет три канистрочки вот этой какой-то кислоты, которая будет использоваться в одноразовых батарейках. По крайней мере, так пишет задание. магия хим-обработки произойдет. Пожалуйста. Ну вот сейчас. Вот чуть-чуть. Да? Ну вот. И сколько у нас получилось? Ровно три канистрочки. Прекрасно? Вы мне засчитаете их? Еееей, ура, ура. Меня больше радует то, что в награду дают еще канистры, которые мне не придется делать. и еще вот такое вот задание на я сначала так меркурий чё потом смотрю что это просто quicksilver и такая хухну слава богу слава богу это цинобар потому что ну меркурий я сразу подумала про планеты и так как мы эту штуку можем получить скорее всего из машинок которые нам уже доступны assembly машин нет нет вот я могу через центрифугу вот таким вот образом через центрифугу и получить сразу три ведра точнее три кусочка или что-то еще получаю перед получаю силикон и рубинчик но еще можно просто из цинобардастом получать сульфур и вот этот меркурий так что отправимся наверх да спасибо огромное отправимся наверх я возьму с собой еще канистрочек и заберу вот этот танк для ручной обработки а здесь процесс все идет и идет уже 4 ведра но я думаю что надо будет долить и так нам нужен цинобар а у меня даже по какому-то счастливому случаю есть вот такое вот количество цинобар не знаю откуда у меня есть лишние центрифуги ну как лишние запасные скажем так господи у меня их много на самом-то деле рандомные машинки по всей базе это всегда прекрасно мне надо 22 центрифуги и мы потом будем с ними разбираться и и там идет две штучки на на один прогон выход поставлю здесь поставлю здесь танк скажу что ты out путаешь сразу жидкости и у нас получится одна канистра меркурия или же это ртуть наверное наверное это вариант для тех кому ну очень не хочется возвращаться в ад ну вот совершенно вот прекрасно одна штучка я надеюсь да в этих канистрах просил прекрасно замечательно и в награду нам дают всяческих монеток и вкусняшек окей окей смотрите к чему нас подводят basic fluid kenner еще один серьезно еще один но так я сделала помпочки потому что я я кажется даже вышла из своих помп которые у меня были а теперь давайте забабахаем этот kenner и так мы уже его делали несколько раз кажется кажется несколько а может и больше мне сюда нужен ключик очень спасает вот эта штуковина ну просто безумно спасает и еще понадобится два кусочка стекла замечательно и это бы вроде бы все потом когда доберемся до нормального какой какого-то столика разбора можно будет это все разобрать и вернуть себя в некотором виде хотя помпы помпы низкоуровневые можно использовать в каких-то сетапах где скорость не сильно важно мне кажется чисто мои ощущения по этому поводу и в награду мне дают сумочку мне очень нужна была сумочка сегодня и смотрите что от нас требует смотрите маленькая сульфурная батарейка можно сказать и маленькая меркуриевая батарейка сингл юзовая вот это очень интересно на самом деле и так сделаем батарейки я пришла к своему этому а я что не могу сюда просто так выпить меркурий эй меркурий ты чего ой все значит выльем его ручками закинем сюда канистру выльем она вылилась в танк а теперь берем с помощью доли и переносим его сюда замечательно и можно заполнить одну батарейку прекрасно одна батарейка готова и плюс мне надо с вот этим сульфуриком одну сделать повторяем ту же процедуру доли наш спаситель некоторые жидкости она то хочет выливать тоже с этой нефтью вот когда она здесь стояла одну канистру я не могла вылить а вот когда бру беру в руки целый стек она тогда работает выливается прямо в танк не знающим это связано но тогда вот тогда но это одноразовые батарейки вот с такой вот странной вместительностью не знаю зачем одноразовые батарейки но все же хорошо у нас есть 7 ведер вот этой радости я думаю что можно ее набрать уже в канистры она идет в универсальных вот есть у меня 7 полных и плюс еще 200 но я не буду забивать канистру вот этими остатками отлично отлично с этим мы справились прекрасно смотрите сколько наград мне дают мне тут предлагают всяческие батареаллой нет сумочку конечно вы что вы что вы пытались меня подкупить какими-то мелочами сумочка и только вот и теперь мне предлагают сделать низковольтовый батареи буфер я его обязательно сделаю потому что у меня еще есть одна идея куда я могу его использовать а здесь мы получили опять-таки сумочку замечательно и она мне открыла следующее задание это жидкая нафта жидкая нафта и как же ее получить fluid kenner нет я могу нет ойл продистиллировать light fuel продистиллировать нет это все смотрите что я могу сделать я могу взять гидроген взять 7 ведер моей сульфурик нафты и у меня получи получится нафта гидроген гидроген у нас есть причем гидроген мне нужен вот в таких вот простых коробочках не навороченных а самых простых вот он у меня в навороченных а есть и в простых нет тоже универсально почему вы не стекаетесь гидроген гидроген что с тобой не так у тебя даже у тебя даже этот айди одинаковый от или там нитроген там кажется нитроген нужен был нет все-таки гидроген все-таки гидроген и гидроген в самых обычных канистр очках вот в таких вот а мне еще в награду дали что-то заморачиваешься вот нитроген есть и 7 вот этих канистр мне все это надо залить нитроген просто сюда положить да а вот эту радость надо залить значит попробуем попробуем вот таким вот способом по ходу помп надо было больше делать ставим сюда помпу включаем ее на input ставим сюда tank и заливаем сюда 7 сульфурик нафты которые мы только что из нафты произвели а последняя не хочет заливаться а последняя не заливается никак о с шифтом залилась отлично спасибо огромное и пойдет процесс нет потому что что-то не так сюда надо канистру положить обычную обычную мтс л все равно что-то не так все-таки гидроген ой все ой все мне надо мне надо гидроген вылить в танк и забрать его забрать его канистрочкой другой вот есть у меня гидроген я его вылью и заберу обычной селлой я уже катастрофически запуталась со всеми этими селлами честно вам скажу какими надо какими не надо это просто катастрофа и она сейчас вот сюда пойдет где она сюда пойдет и здесь я просто упакую в коробочке которые нужны а надо их на упаковать в универсальное универсальное сказала так в универсальной коробочке это слишком жестоко когда это делать в линии наверное это не так критично потому что ты там поставил несколько тенков и она себе по чуть-чуть один из другого перетекает но когда ты это ручками делаешь это мучительно больно и их становится только больше и больше мы сделали мы сделали за всю серию только два задания с этими страшными штука но зато сумочек полный набор хорошо что у нас следующий этап живет следующее у нас это сульфурик газ сульфурик газ который делается тоже из тоже из нефти он делается из нефти но даже с прибылью если нам в задании просят сколько 16 то 16 я могу в принципе поставить да мы поставим сюда сверху опять таки tank поставим tank на выброс и переконфигурируем нашу плату на нолик нам тебя надо сделать на нолик она нолик можно вернуть я обратно в цирку и ту и просто переложить я что-то лишнее переложила да отлично и сюда мне надо залить 16 ведер нефти хорошо что я стекна собирала честно говоря потому что что-то так много и и идет везде вот 16 ведер и она потихонечку будут будет обрабатывать и у нас появляется вот такой вот сульфурик газ отлично пока делается наш сульфурик газ можно сделать по 3 буфер который от нас просят я поняла почему почему я не хотела его делать потому что от меня просят 1 слотовый это совершенно не то чтобы я хотела иметь на своей базе потому что ну ну как минимум 4 слотовый нужен вот серьезно значит нам нужны одножильные тиновые провода и еще какой-то сундучок которых к счастью у меня еще есть некоторое количество элементарный крафт но к сожалению машинка которая у меня не будет использоваться но не знаю не знаю возможно в каком-то тупичке где можно будет ее поставить все мне кажется что вот с этой веточкой все все уже хорошо остались вот эти канистры и с батарейкой разобраться и еще есть машинки которые они называют опциональными но мы их тоже сделаем сульфурик газ у нас делается и еще у меня дальше сульфурик heavy fuel и вообще сульфурик light fuel аж целых 50 штук это мне опять надо будет насобирать немножечко нефти ok и так последняя канистра ей последняя канистра в результате есть это залила сначала изначально 16 канистр нефти потом одну забрала потом еще одну забрала то есть по сути 14 и тут еще дорабатывается ну ведра тут уже точно не будет но будет какое-то количество из 14 капсул нефти получилось 16 с хвостиком капсул вот этого сульфурик газа надеюсь да от него тоже открывается какое-то задание чтоб хорошо то было ты так долго делаешься замечательно и что с него предлагают сделать газ 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 ганс только одну канистрочку к счастью и каким же образом вы предлагаете мне это сделать через химический реактор через химический реактор до одну канистру предлагают сделать сейчас сейчас размечталась она об одной канистре мне предлагают также одну капсулу гидрогена с пустой селла я получу сульфид сульфид и также refinery газ этот природный это уже переработанный процесс наверное будет долгий значит что мне надо мне нужна канистра гидрогена в в в в простой канистре в простой селе не в универсальной а в простой пожалуйста вот в простой цели есть у меня есть канистра гидрогена теперь мне надо сюда мне надо сюда залить одну селлу гидрогена одну пустую селлу и 16 вот этого до сульфурик газа я справа да вот и должно что-то произойти наверно вот она загрузилась смотрите процесс достаточно такой быстренький что-то не сказать очень быстрый и в результате я получила переработанный газ в сравнении с предыдущим и это тоже надо засунуть в универсальные селлы хорошо без проблем я могла бы это сделать и через тэнк но 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 и в результате мы получим 100 газа 100 газа 16 штучек газа отлично отлично и он теперь будет гореть еще лучше еще лучше вот каждая операция по очистке она направлена на то чтобы она горела лучше дольше но сколько времени и энергии тратится на вот эту всю очистку и переработку это что-то просто ужасное и смотрите мне предлагают сделать 32 штучки лпг лпг мы еще с этого помним с как его с пневматик крафта и здесь мы берем два ведра газа и перегоняем его в одну канистру лпг то есть того что у меня есть точно не хватит на 32 штуки мне надо стек мне нужно целый стек вот этого газа то есть мне надо целый стек приблизительно нефти и потом это все еще перегнать с гидрогеном ух какая веселуха но я думаю что этим мы займемся уже с вами следующий раз как видите эти все манипуляции с газом я уже давно сбилась что тут самое лучшее в каком порядке это все выполнять поэтому когда закончим с этой веткой и наконец-то мне надо будет что-то делать с газами просто начну все сначала рассматривать в каком порядке его же юзать и так что я на получала какие вкусняшки она получала я кустики фигня я получила дизеля немножечко опять светящийся цветочек куча деревьев дерево фигня 3 моторчика и еще один танк и 32 тиновых кабеля не так чтоб сильно круто но и на том спасибо пригодится в хозяйстве вот она сегодня все ребятки с вами была флешка всем пока пока